я возвышаюсь над потоком салон комфортен был когда-то москвич который едет боком а по прямой никак не может а но люди оборачиваются я помню как москвич управляется а тут сложно поймать дорогу это просто разрыв мозга огромный капот перед лицом но сидеть удобно и тепло компенсация раньше создавали такие шедевры сейчас на дорогах такого не встретишь все чаще электрокары да что говорить создают интернет гипермаркеты которые кстати удобны и интересны как и сайт автоспот точка ру тут мы можем экономить на плановом то до 5 порой 10 тысяч рублей а благодаря карте на которой расположены все предложения выбрать подходящее стало еще проще присматриваете новую машину то тут для вас более 40 тысяч предложений только от официальных дилеров с подробной информации о скидках и спецпредложениях а в разделе авто с пробегом вас ждут объявления в которых нет перекупов и серых салонов только подобранные отчеты с фотографиями и ценами ссылку оставил в описании заходите экономьте не только деньги но и время автоспот точка ру но мы продолжаем эх прекрасные девяностые время смелых много было плохого но и много хорошего у людей была возможность самореализации создать что-то нужное на тот момент и сегодня я вас удивлю хотя современного человека вообще удивить сложно но перед нами москвич этот автомобиль не болел его не кормили гормонами он таким был зачат история у рождения окутана тайные мифами какой из них настоящий я даже думать не хочу но перед вами не кустарная затея парней из гаража а промышленный образец очень я люблю словосочетание впихнуть невпихуемое это словосочетание очень ярко отображает проблему русского гения чтобы в двух словах описать а проблем здесь очень много как появился проект вообще и этот автомобиль в частности наука сказать не может но точно известно что в конце 90-х автомобильный завод имени ленинского комсомола аз лк что когда-то был в москве раззадоренный злым армянским гением асатрианом выпускал очень спорные автомобили скажем иван калита или князь владимир было еще одно удивительное хотя она и сейчас существует я даже по бумажке зачитаю название чтобы вы осознали всю крутость государственный научный центр российской федерации федеральное государственное унитарное предприятие центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт нами и вот это они придумали хотя надо отдать должное в те легендарные годы подобными разработками занимались многие уважаемые инженеры и конструкторы вспомните например дмитрия викторовича парфенова и геннадия хаинова с их онегами и ладогами но там-то была концепция идея и вера я совершенно не пытаюсь кого-либо возвысить или наоборот я так витиевато пытаюсь вам объяснить что перед вами детище двух российских гигантов а не энтузиастов верящих в будущее поженили москвич и уаз это кстати по тем временам беспроигрышная партия вот инженеры нами взяли за основу уаз 469 не буханку как где-то рассказывают а козлика причина почему он не веду наверное то что было под рукой то в дело и пустили так вот взяли распилили и удлинили примерно на полметра примерно выбор кузова москвича говорит о том что скорее всего завод сам предложил нами создать внедорожник а злк давно это хотел первый опытный образец был двухдверный носил название гренадер этот под номером 2 гренадер фермер первый кузов в природе существовал москвич 2335 а вот четырехдверный пикап 2335 01 может и был но это не точно больше похож на усекновение обычного 2141 по заднюю стойку и приваривание к нему уже выпускающегося кузова габариты кузова 1,6 метра на 1,4 метра но ведь идея хорошая полноместный пикап полномесно есть такое слово теперь будет с кузовом да еще и с полным приводом килограмм пятьсот шестьсот потянет вся уазиковская суть скрыта под собственным пластиковым обвесом а это на минуточку колесные расширители на арках пороге бампера и даже своя решетка радиатора как учероки да стилистика вырезание бензопилой по пене и сглаживание углов драчевым напильником но вы должны понимать это все сделано руками машина 1997 года по сути прототип и для ходового прототипа внешность более чем харизматичная и я бы даже сказал законченная а что у вас пора перейти к нему эти разрезные мосты ни с чем не спутаешь как их начали выпускать в 1965 году так и несут а не ответственность перед потомками до сих пор сзади как завещали отцы создателя рессоры конструкция проверенная не одним поколением покорителей бездорожья мост висит под ними естественно есть амортизаторы двухстороннего действия но не факт что работают зато дорожный просвет благодаря таким мостам просто не эпический спереди пружины тяги стабилизатор и амортизатор и спереди рессор нет а это что значит сами ответьте про основу автомобиля под капотом ждать чудес не приходится но они есть двигатель у mz родной брат змз дальнейшая эволюция мотора от 21 волги эволюция правда на мой взгляд кривая немножко объем двигателя 2445 кубических сантиметров мощность двигателя 92 лошадиные силы при 4000 оборотах в минуту крутящий момент 172 ньютон метра при 2200 оборотах в минуту ход поршня 92 миллиметра диаметр цилиндра 92 миллиметра тут гильзы и нижний распредвал газораспределительного механизма я прямо вижу искры от болгарки боль и остервенение когда насаживали кузов от озлыка на раму от уаза рулевой редуктор вон на раме прикручен от уазика овал рулевой от волги удлиненный похоже а как вам усилитель размером с чугунов ну и посадочка вообще удобно но штанину все равно испачкал назад не полезу так как смысла нет там все в принципе стандартно а вот спереди надо так как нас ждет о господи увлекательное путешествие стоит ли говорить про салон который знают все для 1987 года он был более чем современный по крайней мере выглядел таким удобные широкие регулируемые кресла ни в какое сравнение не шли скажем жигулевскими но в 1997 году интерьер уже был не актуален а качество сборки и комплектующих был уже с легким налетом кооператива а тут еще пол бороды отрубили и в недра печку вроде как ижевскую впихнули получилось странно и это оазис поздней советской роскоши и прошу заметить на момент создания 41 москвич конкурировал с волгой и вот пожалуйста руль от волги замочек приторочен но надо было запихнуть в этот красивый салон раздатку и ее запихнули вот рога торчат кривая палка переключалка ручничок ох уж этот волгодрож это хер ее поймешь а что это вот это конечно переключение скоростей как будто заточку в почку первая и вниз вторая защита и опять ножевой бой у гренадира фермера отсутствует понятие разгон тут корректнее назвать этот процесс разбег нелегкий не изящный такой мужской безысходный как труд на селе расход в 15 литров я думаю тут нормальное явление так как движку созданному для уазиков привычнее расталкивать распутицу отечественную они по асфальту колесить наверно наверно в следующей жизни он им и останется если бы вы знали в чьи руки попал гренадир у андрея нового владельца этого автомобиля полная коллекция как бы то помягче выразиться фантазии на тему уазиков и невпихуемого кстати парни кто в районе одинцова или где-то поблизости хотел бы заняться ремонтом и реставрацией этого автомобиля пишите в комментариях отвлекся что я хотел сказать тут педальный узел уже дубовый нет этого тросового комфорта москвича педаль надо давить и если ты ее давишь что дави как врага мирового пролетариата машина будет реставрироваться и облагораживаться вы же видите то состояние в котором автомобиль удалось дожить до наших дней и я вам скажу состояние очень удовлетворительно знаете что я заметил нет вой тут стоит сами слышите но вибрации немного другие более делегатные что ли напомню что раздатка тут намертво приторочено к мотору но за счет того что база все равно длиннее задний кардан удлинили поставили промежуточную опору хотя может быть я сам себя уговариваю проект гренадир немного не добрался до логического завершения я даже больше скажу автомобили прошли сертификацию не просто же так последний живой с номерами рассекает так вот проект был бы перспективным если бы сохранилось финансирование но самое главное это открытие нашего рынка для иномарок правительство не смогло защитить наших производителей а наши потребители сразу оценили достоинства бэушных иномарок это ж веха нашей истории и я вам сегодня ее показал о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг прям в точку а охота продолжается и 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